Тайм Аут Легенда британского рока, человек, для которого писал песни сам Пол Маккартни. Певец, гитарист и продюсер музыкальных звезд Питер Эшер принимает нас в своем доме в Малибу. Голос настоящего джаза. Так называли американцы легендарную Нэнси Уилсон. Сюжет из нашего архива 2006 года. И как всегда музыка, информация и наша традиционная викторинка. Если вы захотите, чтобы сам Пол Маккартни подарил вам свою песню, ваша сестра как минимум должна быть любимой девушкой Сэра Пола. Именно так и случилось у замечательного британского певца и гитариста Питера Эшера. С подаренной Пола Маккартни песней началась его фантастическая карьера в музыкальном бизнесе. Стоп. В Америке Питер Эшер прославился еще и как менеджер звезд. Среди которых Джеймс Тейлор, Линда Ронстадт и даже Памела Андерсон. Об этом сюжете, который мы снимали в доме музыканта в Малибу. Он живет прямо на океане. По соседству с Барбарой Страйзенд, Анджелиной Джули, Ширли Маклейн и Дженнифер Лопес. Но в гости за солью он к ним никогда не ходит. Не в британских правилах этакое панибратство. Зато семья Питера Эшера с удовольствием одобрила выбор его сестры Джейн. И в их гостеприимном доме два года жил ее бойфренд. Тогда еще малоизвестный музыкант Пол Маккартни. Правда ли, что романтические отношения вашей сестры с Полом помогли обрести ту самую песню, которая стала визитной карточкой дуэта Питер и Гордон? Это интересная история. Короткий ответ – да. У Джейн и Пола был настоящий роман, который продлился, как вы уже сказали, два года. Пол переехал в наш дом, и их комната была на верхнем этаже, через стенку от моей спальни. И естественно, что я слышал все песни, которые тогда сочиняли Пол и Джон, и которые вскоре стали хитами Битлз. Когда я услышал песню «Мир без любви», я понял, что это может быть наш главный хит. Пол сказал, что Битлз не будут ее исполнять, потому что песня решительно не нравится Джону Леннону. Вскоре нам с Гордоном предложили записать первую пластинку. Я переспросил у Пола, можно ли нам записать эту песню, и он сказал – да. «Мир без любви» После участия в популярном шоу Эда Салливана, песни Питера Эшера и Гордона Уоллера стали звучать из каждого окна. За первым хитом последовал второй, потом третий, и вскоре дуэт стал одним из самых востребованных гастролеров Великобритании 60-х. По-прежнему многие песни для них писали уже знаменитые Пол Маккартни и Джон Леннон. По иронии судьбы, к Питеру и Гордону попадали все песни, от записи которых по разным причинам отказывались их авторы. Вокруг Битлз тогда крутилась вся музыкальная тусовка. Они устраивали вечеринки, на которые собиралась вся лондонская богема. Благодаря таким вечеринкам стали известными Хелен Шапиру и Алма Хоган. Благодаря Битлз стала известная студия на Эбби Роуд. Что было особенным студией на Эбби Роуд? Чему вы научились, работая там? Во-первых, это была первая студия, в которую я попал в своей жизни. Я был шокирован, конечно. Хочу объяснить тем, кто нас сейчас смотрит. В то время было невозможно записать пластинку без специальной аппаратуры. Это сегодня студии есть в каждом доме. Есть компьютеры, масса программ. В то время ничего этого не было. Тогда эта студия еще не была легендарной. Хотя первый рок-н-ролльный хит был записан именно там. Это был Клифф Ричард с песней Move It. И хотя студия была открыта для записи классической музыки, ее имя стало легендарным именно в связи с Битлз. После распада дуэта с Гордоном, Питер стал ненадолго студийным музыкантом и аудиопродюсером, а потом менеджером артистов. Есть история о том, как Питер Эшер перебрался в Соединенные Штаты и начал работать в новой для себя профессии. Работая в студии как музыкант, мне хотелось заниматься и продюсированием, но работа менеджера – это другая профессия, и она никак не входила в мои планы. Когда звукозаписывающая компания Apple Records, которую открыли для себя Леннон и Маккартни, а я был там начальником репертуарного отдела, то есть, по сути, я отбирал материал для записи. Так вот, когда эта компания подписала контракт с начинающим Джеймсом Тейлором, а я продюсировал его первый альбом, что-то тогда не сложилось, и мы между собой решили расторгнуть этот контракт. Я считал, что Тейлор заслуживает более широкого признания, чем артист второго плана и на разогреве у Битлз, и решил заняться его карьерой. Огромный интерес к музыке Джеймса Тейлора возник в Америке. Я перебрался сюда, и мы проработали вместе 25 лет. Потом моими клиентами стали Линда Ронстадт, Джонни Митчелл и Карл Кинг. Ставшую всемирно знаменитой рок-певицу Линду Ронстадт, Питер случайно услышал в клубе «Битер Энт» в Гринвич-Вилледже. Кто-то уговорил меня послушать Линду. Сказали, что она прелестная, красивая и талантливая. Все оказалось правдой. Мы настолько подружились с семьями, что несколько лет даже были соседями по Малибу. Она там жила. Однажды вашей клиенткой была Памела Андерсон, явно далекая от музыки персона. Что вы в ней нашли? Она, конечно, очаровательная. И она, кстати, тоже была моей соседкой. Памела умнее, чем о ней думают. Ну, вы знаете, вот это мнение. Блондинка, ну и так далее. Она сумела сделать фантастическую карьеру, начиная с телесериала «Бэйвотч». Мы, правда, давно не виделись, но я всегда вспоминаю о ней очень тепло. О русской популярной музыке Питер ничего не знает. Он никогда не встречался и не работал с русскими музыкантами. Правда, однажды, когда мы работали с Полом над песней «Дорогой длинною» «Those Woddy Days» для певицы Мэри Хопкинс, я узнал о том, что это русская песня. Ну вот, это был мой единственный контакт с русской музыкой. Каков он? Обычный день Питера Эшера. Его ассистентка сказала, что музыкант встает очень рано. Да, я встаю в 6 утра и считаю, что человеку достаточно 5 или 6 часов сна. Дел много. Я пишу книгу. Я веду еженедельную радиопередачу на радио «Сириус», которую теперь приходится заранее готовить из-за частых поездок. Ограничивается ли ваше радио-шоу только темой «Битлз»? Да, потому что это специальный канал, посвященный только музыке «Битлз». Я, конечно, рассказываю и о других исполнителях, но если я ухожу далеко от темы, кто-то из продюсеров шоу меня останавливает. Нельзя. Питер и Гордон. Живая история британского нашествия. Современник «Битлз», Клиффа Ричарда, Тома Джонса и Дасти Спринфилд даже не думает о завершении своей многолетней карьеры. Напротив, Питер Эшер считает, что ее новый этап только начинается и что его песни будут актуальны до тех пор, пока не исчезнет мир без любви. А это случится еще, ох, как не скоро. Хочу выразить благодарность тем, кто поддерживает нашу программу, нашим спонсорам, нашим друзьям. Прежде всего, это генеральный спонсор телепроекта «Тайм-Аут» пионер безлезвенной микрохирургии глаза Леонард Блей. Только с помощью лазера, без ножа и скальпеля. Доктор Блей вернет вам отличное зрение и избавит вас от очков и контактных линз. Леонард Блей также является авторитетным специалистом по лазерному удалению катаракты. В мире безлезвенной микрохирургии глаза постоянно происходит эволюция. Сегодня Леонард Блей предлагает процедуру «Смайл». Это процедура уже пятого поколения безлезвенной микрохирургии глаза. По сути, это минимально инвазивный лейсик, который тоже избавляет вас от очков и контактных линз. Сладкая и здоровая жизнь наступает у всех, кто любит продукцию торговой марки «Мелани». «Мелани» — это конфеты и шоколад. В их каталоге более 10 наименований. Ну а здоровая жизнь, потому что даже врачи рекомендуют ежедневно хотя бы дольку шоколада, которая улучшает аппетит и является отличным антиоксидантом. Вот мои любимые конфеты «Мелани». Отличный подарок для гостей нашей программы американских, европейских и российских знаменитостей. Ну а название бренда звучит просто как песня. «Мелани». Член американской коллегии иммиграционных адвокатов Влад Сирота поможет осуществить вашу американскую мечту. Влад занимается всеми проблемами семейной, судебной и рабочей иммиграции. Только один звонок в офис Влада Сироты, и вы получаете Америку на всю жизнь. Чуть больше полугода назад из жизни ушла Нэнси Уилсон. Ее имя и голос знакомы миллионам людей во всем мире. Даже в Советском Союзе ее записи были безумно популярны. По ним, по записям певицы, студентов разных стран учили петь джаз. В последние годы Нэнси Уилсон редко выступала, все время она проводила со своей дружной семьей. Сюжет из нашего архива. Наше интервью почти совпало с присуждением певицы еще одной престижной премии Грэмми за выдающийся джазовый вокал. Однако Нэнси Уилсон считает, что место статуэткам на полке дома, а ее дело – петь и записывать новые альбомы. Певица, которую называют послом джаза, оказалась очень трогательной и немного сентиментальной женщиной. Она пришла на интервью одна, без охраны и даже извинилась за 10-минутное опоздание. Хотя для этого была веская причина. В день съемки Нэнси Уилсон чествовала в Нью-Йорке своего менеджера Джона Леви, которому она же вручала премию от гильдии джазовых музыкантов. Нэнси Уилсон не считает себя чисто джазовой певицей. «Я песенный стилист», – говорит Нэнси. «Я просто пою так, как я чувствую мелодию и слова. Я пою музыку со смыслом». Певица записала 77 альбомов, участвовала в записи музыки к 20 фильмам, гастролировала почти во всех странах мира. «Я никогда не была в России», – с ожалением размышляет мисс Уилсон. «И сейчас, как мне кажется, то самое время, когда я могу приехать в Москву, но не с трио, а с симфоническим оркестром, и показать массивное и значительное шоу. Россия – это огромная страна, и она требует большого и масштабного искусства». На мой вопрос о тех, кто повлиял на творчество Нэнси, певица назвала несколько человек. Во-первых, великий Джимми Скотт, во-вторых, Дайана Вашингтон. Если вы вслушаетесь в голос Джимми Скотта, то услышите раннюю Нэнси Уилсон, с улыбкой произнесла наша гостья. «Мой юмор» – от Дайаны Вашингтон, а «Стиль и элегантность» – от Лины Хорн. Но музыка – это, конечно, я. Важнее всего для меня это значение слов, ритм и стиль. Самыми успешными альбомами Нэнси считает два – «Бродвей Май Уэй» и «Холливуд Май Уэй», а также альбомы с гигантами джаза – «Эдерли» и «Ширингом». Мне сейчас трудно вспомнить, когда я впервые вышла на сцену, но это точно было в Огайо. Я была на год младше Элвиса Пресли и Литтл Ричарда, и на год старше Тины Тернер. Вот и посчитайте, сколько мне лет. «Недавно я отметила 50-летие на сцене. Было бы здорово вернуться в детство, когда я обожала позировать перед зеркалом, подражать знаменитым певицам, мечтала, как и все, сниматься в кино. Но я очень довольна тем, как сложилась моя жизнь». Самое большое богатство Нэнси Уилсон – это ее дружная семья. Она безытайки рассказала о своих мужьях, детях и внуках. Первый муж Нэнси был барабанщиком в оркестре. От него Нэнси родила сына по имени Кейси Деннис. Со вторым мужем Нэнси прожила много лет, и от этого брака появились две дочки, которые наградили Нэнси четырьмя внучками и четырьмя внуками. Младший внук, которому пять лет, обожает рэп, знает Кенни Уэста, и Нэнси даже показала, как он двигается под модный нынче хип-хоп. Большая семья Уилсон живет в Южной Калифорнии. У них дома в Палм-Спрингс и есть дом на побережье Тихого океана. В Нью-Йорке певица бывает нечасто, объясняя это тем, что больше любит теплые места, вроде той же Калифорнии или Гавайских островов. Бродить по городу Нэнси Уилсон не любит. Ей очень комфортно в отеле, где она встречается с друзьями, дает интервью и даже репетирует с музыкантами. Времени на тусовки и выхода в свет у певицы нет. «Мой дом – это мое сердце», – радостно говорит легенда джаза. И с этим не поспоришь. Глазные операции в древности Глазные операции в Средневековье И безлезвенные операции в 21 веке Только с помощью лазера Доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты Быстро, безопасно и безболезненно Только у доктора Леонарда Блея Жизнь дается человеку только один раз И прожить ее в Америке нужно легально Иммиграционный адвокат Владислав Сирота Решает самые сложные проблемы Получение статуса политического беженца Грин-карты, визы для инвесторов Сдача экзамена на гражданство Он оспаривает депортацию Помогает в воссоединении семей И делает все возможное для вашей легализации в США Главный офис Владислава Сироты расположен в Бруклине Практика во всех штатах И наконец наша традиционная музыкальная викторинка Но сперва ответ на вопрос в прошлой передаче Певица Мама Касса Эллиот по слухам подавилась бутербродом На самом деле она умерла от сердечного приступа А сейчас за кадром будет петь Галина Нинашева Она исполнит замечательный вальс о зиме и весне В народе песню называют просто «Белая лебедь» Вопрос, из какого фильма эти кадры? В каком фильме впервые прозвучала эта песня? Вам нужно прямо сейчас позвонить по этому номеру телефона Ответить на вопрос и получить призы от спонсоров нашей передачи Пожалуйста, не забывайте называть свое имя и контактный номер телефона А я прощаюсь с вами до следующей недели С вами был Олег Фриш, пока! В небелая вьюга уронит в ладони пирог В небо скрыла И ветры заплачут над снежным раздольем Зима пришла С угробы стелить и в окошко ломиться Начнет она Но чудеса будет, но будет мне снится весна Устана из стран свиданий В сна возвратилась вновь Словно девчонки в платьях памятных Яблони вышли в ночь Вот и опять они нарядны Верят они, что счастье рядом Снова надежда Сердца их полны И не зима в просторах наших То в небесах крылами машет Белая лебедь Подруга весны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова